Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Gadgetmania. Это вторая часть моего приобретения по акции Galaxy S10e. В предыдущей серии я рассказал, где и как можно его приобрести по сумме 24,359, примерно 24-26 тысяч рублей. В общем-то, вкратце, просто сдать устройство в трейд-ин и получить дополнительную скидку за аксессуар. Ссылочки все будут в описании и также видосик про то, как я рассказываю, как это сделать более подробно. Собственно, перед нами чек. Он нам не нужен по этому сторонку. Вот такой вот 3,5-миллиметровый кабель. Давайте посмотрим, он здесь лежит. Да, лежит обычный кабель 3,5 на 3,5. Ничего интересного в нем нет. Самое главное устройство – это вот эта коробочка. Это Galaxy S10e, полностью RST-версия. Есть у нас название Onyx, то есть, как я и говорил, черный Black Onyx. То есть, он абсолютно черный, но на самом деле он не черный, а немножко такой серографитовый. Полностью все на русском языке. Память 6-128, то есть 6-оперативный, 128-встроенный. Супер динамиком OLED-экран. Собственно, 5,8, по-моему, если не ошибаюсь, сам дисплейчик. И давайте его аккуратненько вскроем и посмотрим, что у нас внутри коробки. Вообще, первое мое знакомство, первый взгляд с линейкой Galaxy S10e, потому что я до этого приобретал с рук, скажем так, Galaxy S10+. Очень выгодное было предложение. Но, опять же, никакой гарантии на него не было, потому что он был приобретен где-то там, непонятно, в какой-то стране, по-моему, в Узбекистане или еще где-то. И вдруг с Азии наши товарищи азиаты продавали. Сначала покупают, может быть, кто-то в кредит или в рассрочку, а потом непосредственно продают. Что вам дает официальная РСТ-версия? Во-первых, 2 года гарантии. Год точно 2 под вопросом. Но я понимаю, что по законодательству Российской Федерации все трубочки, которые приобретаются, что касается Apple, Samsung, они действуют по закону о защите прав потребителей, 2 года гарантии. Я пытаюсь аккуратненько все это дело открыть, поэтому, наверное, сейчас открою и вам это все дело продемонстрирую. Ну, давай. Ага. Никуда я не открою, потому что здесь пломбочка. Пломба у нас присутствует. Мы ее аккуратненько разрезаем, ножик убираем в сторонку. И после этого у нас коробка должна демонстративно так хорошо открыться. Ну, давай, Samsung, покажи свое умение делать телефоны. Итак, на днях я посмотрел. Собственно, перед нами сам аппарат. На днях я посмотрел очень много сравнительных видео. Его сравнивают как с XR, так и просто с XR. И что я хочу заметить? В принципе, конечно же, экосистема Apple и вообще iPhone это все очень хорошо. Но нельзя просто пройти мимо такой цены. И нельзя сказать, что меня задолбал Android. Ой, точнее, iPhone, и я перехожу на Android. Это в какой-то степени кликбейт, а в какой-то степени нет. У нас что здесь? Как всегда встречают это e-mail номера для соблюдения гарантийных обязательств. Смартфон мы пока положили в стороночку. Далее. Сама коробка, она, кстати, очень легкая. И смартфон сам по себе очень легкий. И, если честно, он до такой степени миниатюрный, что мне кажется, что я попал в 2017 год. Русская вилка. Соответственно, зарядное устройство с силой тока 9 вольт. 1,6 ампер, 5 вольт, 2 ампера. Если я правильно все прочитал. В общем и целом, я уже несколько лет не заморачиваюсь на технических характеристиках того или иного смартфона. Я в большей степени передаю ощущения от, скажем так, его владения или использования. И, в том числе, использования. И вот мои первые впечатления. Ну что ж, в принципе, все как у всех. Это флагманское устройство, может быть, и не совсем топовое, но флагманское. У нас есть переходничок. Этого ничего вы не получите, покупая айфончик. Там будет просто провод, наушники и зарядка. Причем 1 амперное. Это у нас быстрое зарядное устройство. Можно приобрести супербыстрое. Дальше. Кабель. Кабель, как я понимаю... Давайте я его достану. Я даже доставать не буду. Type-C кабель черный, потому что, может быть, придется продавать устройство. Поэтому, поймите меня правильно, кабель в комплекте есть и очень хорошо. Наушники AKG, как правильно надо выражаться, да? Собственно, они проводные, потому что в самом устройстве оставили, еще пока оставили, разъем 3,5 мм. Это очень хорошо, но, с другой стороны, сейчас практически все пытаются пользоваться беспроводными наушниками. Это приходит в нашу с вами жизнь. И в любом случае, рано или поздно, мы столкнемся с тем, что проводные наушники, это станет уделом уже каких-то суперпрофессионалов, супераудиофилов. У меня есть один знакомый. Да-да-да, Вася Хлопцев, 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 скажем так. Он задрачивается на вот эту вот всю штуку. Кстати, привет всем парням из чата. Наш местный чатик, который уже существует больше 6 лет. Мы там, собственно, общаемся. Раньше это были только автора YouTube. Ну что ж, первое впечатление от цветовой гаммы. Я вижу, если честно, много оттенков и любой оттенок, кроме черного. Черный это уже постфактум, но на самом деле первое впечатление это, ну, наверное, спереди, конечно, черный, а сзади это действительно такой какой-то, может быть, как сказать, мокрый асфальт. Он не светло-серый, он не средний серый, он 50 оттенков серого. То есть это такой серый цвет, переходящий в синий, темно-синий и черный. И он непосредственно глянцевый, поэтому вы должны понимать, что использование чехла я вообще рекомендую использовать с пленкой. Сейчас посмотрим, установлена ли пленка здесь у нас на экране. Пока что вижу только пленочки заводские. Проверим комплектацию самого, то есть посмотрим, есть ли какие-то сколы, потому что претензий, как говорится, потом будет уже не предъявить. Здесь первичный осмотр нам показывает, что все более-менее хорошо. Экранчик у нас закрыт защитной пленочкой, сейчас я ее вот так вот аккуратненько сниму. Я вообще на самом деле очень сильно запариваюсь по использованию. Давайте снимем пленочку, и это, наверное, давно я не делал. Отлично, просто супер. Пленочку мы сняли, наклеиваем сюда. Да, я сохраняю всегда упаковку тех устройств, можно сказать, в первозданном виде, тех, которых я приобрел. И очень сильно заморачиваюсь по визуальному составляющему, по визуальной составляющей. Я всегда пытаюсь сохранить первозданный вид, используя защитные стекла, раньше использовались пленочки. Первое ощущение. Ну, смотрите, все, что приходит мне сейчас в голову от того, что я держу данный смартфон в руках, это же, безусловно, его вес. Он очень легкий и он очень миниатюрный. Слабо вообще верится, что это смартфон на 5,8 дюймов, почти 6. Раньше это считалось действительно какой-то лопатой. И безграничный этот экран. Естественно, спереди камера врезанная прямо в дисплей. Сзади две камеры, обычная и широкоугольная. В принципе, больше ничего не надо. Я знаю, что многие заморачиваются, и им нужен телефотообъектив. Здесь его нет. Первое впечатление от экрана белый такой, он холодный белый. Я знаю, что в настройках можно все это дело исправить. В принципе, в любом смартфоне сейчас это все можно настроить под себя. Единственный вопрос цены. Кто-то говорит, что Xiaomi топ за свои деньги, и с этим нельзя не согласиться. Ну, а другие покупают себе айфоны за 130 тысяч рублей. Говорят, ну что, норма как бы в каждый год тратить 100 с лишним косарей за эти деньги. Вы видите, что экран у нас вот таким вот образом на камере мерцает. Я этого мерцания, смотря на него, не вижу. Что у нас по... Давайте по старой доброй традиции, как это делалось 5 лет назад. Что у нас по органам управления? На левой грани у нас клавиша Bixby, регулировка громкости. На правой грани у нас кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальцев. И практически все, я не знаю, как у меня это будет происходить в использовании, но практически все говорят, что слава богу, компания Samsung не сделала именно в этой модели 10i сканер под экраном. То есть старый добрый сканер, который находится где-то на какой-то поверхности, не стройный в экран, он себя оправдывает с лучшей стороны спереди. Точнее сверху у нас лоточек под сим-карты. Две сим-карты поддерживает российская версия смартфона. Снизу динамик, Type-C разъем, 3.5 jack, все в пленках. Пока что только положительные впечатления. И меня, точнее, не покидает мысль о том, что я чувствую, что этот смартфон мне понравится, потому что он очень компактный. При этом, конечно же, у него есть какие-то рамки, но они практически незаметны. То есть ты не видишь, ты просто держишь перед собой экран и уму непостижимо, что мы делали с телефонами 5, 7, 10 лет назад. Если бы мне 10 лет назад показали такой телефон, я бы сказал, да не, нафиг, такого не бывает, чувак, ты из будущего. Собственно, по процессу это Exynos. Exynos, какая разница какой, потому что на самом деле это не имеет никакого отношения к использованию. Если вы заморачиваетесь по играм, естественно, берите на Snapdragon, но это будет уже не RST-комплектация, а либо азиатский рынок, либо американский. Если вы покупаете телефон в странах СНГ, то вы получите Exynos. Много споров, какой процессор лучше, собственно, по изготовлению, скажем так, компании Samsung, либо это компания Qualcomm. В любом случае, у нас здесь, кстати, старые настройки, старые данные для быстрой настройки. Он нам предлагает подключиться по беспроводной связи, например, к одному из устройств Samsung, либо, может быть, iPhone, если есть кабель и USB-переходник. Мы это дело все пропустим. Здесь тоже это все пропустим. Сейчас он посмотрит потом это все. Первичные настройки. Естественно, здесь есть сканер отпечатки, точнее, сканер распознавания лица. Но говорят, что можно обмануть фотографии. Ну, камон, кто будет фотографировать вас потом, если вы не, скажем так, не какой-то суперважный человек, никто не будет заморачиваться с распечаткой вашей фотографии, искать, как каким-то образом. Телефон постоянно находится с человеком. Это надо искать момент, чтобы взять телефон и сканером, точнее, фотографии разблокировать по Face ID. Его здесь нет. Работает камера, алгоритмы. Но, опять же, камон, никто не будет это делать. Но если вы, в принципе, навязчивы в этой мысли, то просто используйте кнопку включения-выключения. Итак, мы сейчас ничего не будем делать. Просто подарки от Samsung, магазин Samsung. Все это я сделаю потом пропустить. Естественно, можно использовать фирменную технологию беспроводной оплаты в виде Samsung Pay. И вот он у нас встречает. Смотрите, заметьте, здесь действительно затемняет свой экран именно обоями со стороны камеры, для того, чтобы не делать акцентирования, не делать непосредственно на камере, на передней камере, которая врезана в дисплей. На самом деле, я ее практически не вижу. Все, что я вижу, это маленький телефон, большой дисплей, большие иконки. Я все это дело настрою под себя, потому что мне не нравится, когда иконки такие большие, и когда их всего 4, то есть как на айфоне, да. Я делаю обычно 5, ну, может быть, 6, если позволяет система. Если нет, устанавливаю лаунчер. По быстродействию я более чем уверен, что как только я подключусь к Wi-Fi, здесь подкатятся какие-то обновления, будут исправлены режимы камеры, добавлен, скорее всего, какой-нибудь ночной режим в камеру. Но первое впечатление, все не может не летать, потому что, ну, камон, друзья, 2019 год, почти конец года, когда у нас телефон глючил. Даже за 5000 рублей телефон, в принципе, неплохо работает. Конечно же, он не подает, не делает то, чего делает, допустим, телефон за условные 46-47 тысяч рублей, но он выполняет свои обязанности прямые, и уж прям таких жестких фризов вы не встретите. А если встретите, то это просто будет, скажем так, какое-то временное явление. И, получается, я говорю, зачем покупать телефон за полтос, если можно купить телефон за 6000? Нет, друзья, безусловно, за 6000 телефон, как бы, смотря какой, какой-нибудь там, я не знаю, китайский полуподвальный бренд, который, он будет работать, но все равно того экспириенса. Я никогда, кстати, не понимал людей, которые говорили, да зачем мне покупать iPhone, если я могу купить Xiaomi за 200 долларов. Друзья, Xiaomi за 200 долларов будет Xiaomi за 200 долларов. Безусловно, вы получите тот же функционал в плане, вы будете также звонить, фотографировать и еще что-то делать, но все равно это будет Xiaomi за 200 долларов. Многие говорят там, кто противники Apple. Вы переплачиваете за яблоко, потому что оно просто, то есть, тупо за бренд. На самом деле, да, компания Apple умеет зарабатывать бабки, и вы платите за, в том числе, за экосистему. Но почему-то, если обратить внимание на рынок продаж, что касается, допустим, две главенствующие компании Samsung и Apple, смартфоны Samsung спустя полгода после старства продаж, даже после квартала, буквально три месяца проходят, они начинают придумывать всякие вот такого рода акции, продавать, сливать свои смартфоны по другой цене. То есть, мне очень обидно за тех людей, которые покупают Samsung и другие бренды на Android, то есть, топовые флагманские смартфоны по фулл прайсу. То есть, они покупают, условно, тот же Galaxy S10 Plus за условные там 76 тысяч рублей, а спустя полгода этот телефон, ну, блин, камон, ну, 35, как бы, 40 на Авито, новый со всеми акциями 45. Но это нечестно. Хорошо, купите сейчас и XS, допустим, Max, за 40 тысяч рублей, ну, чтобы он был полностью RST-шный и без каких-либо проблем. Естественно, вы не приобретете, просто у вас не получится. Поэтому, в принципе, вот этим даже, можно сказать, объяснением, можно доказать тот факт, что все хотят iPhone, но все пользуются, все хотят покупать iPhone. Я, с одной стороны, в какой-то мере отошел от всего этого. Я люблю пользоваться разными гаджетами, но я в этом плане очень, скажем так, считаю копеечку и на самом деле берегу каждый рубль, но при этом хочу получить максимальный экспириенс от того или иного продукта. Если я не могу себе позволить на данный момент, допустим, купить телефон за 89 тысяч рублей, как правильно сказал мой друг Саша Мордынский, и ты купишь его через 2 года, типа за 40, как бы, да. Я куплю его через 2 года за 40, а может быть в этом году у меня есть планы, допустим, приобрести iPhone 11. Условно говоря, но я не хочу платить за него 59 900, то есть 60 тысяч. И я уже привык, кстати, к двум сим-картам раньше. Я этого не понимал. То есть одна, условно говоря, рабочая, другая, типа, личная. И в iPhone мне просто тупо не вставить. Вы скажете, есть или два со своей eSIM. Да, ну, во-первых, я не в Москве живу. Это первый момент. А второй момент, может быть, и не только Теледва хочу пользоваться. Поэтому я хочу приобрести iPhone 11 на 11 Pro. Условно говоря, честно, нет денег. И, ну, для меня психологически сложно приобрести телефон за более чем 1000 долларов. А 89 тысяч рублей, 90 тысяч рублей, это звездец, какие большие деньги. То есть за эти деньги можно купить, условно говоря, Xiaomi, и какой-нибудь MacBook бушный, не знаю, там, на Авито, и он будет служить верой и правдой. И ты будешь на нем монтировать видосики, смотреть интернет и так далее, и тому подобное. Так вот, за 23 тысячи, сколько он там стоил? 23 359 рублей по акции. Телефон, который на старте продаж стоил 59 990, то есть 60 тысяч, да, или 56 990, да без разницы. Я его купил. Здесь в чеке указано, на данный момент скидка 65%, 65,11%. За 23 тысячи это, безусловно, очень хороший гаджет. Я знаю, что у него слабенький аккумулятор, что он даже в покое разряжается, то есть в режиме ожидания ночью может разрядиться на 10-15% и не спросить тебя об этом. Я знаю, что у него посредственные камеры в ночное время суток, а конкретно фронтальная. Да и, в принципе, давайте посмотрим, кстати, как работает фронтальная камера. Сейчас все. Опа! В принципе, что? Норм. Основная камера. Ну, естественно, еще здесь нафотографирую. Любой смартфон может фотографировать вот так вот. Вот он, смотрите. Коснитесь для сканирования документа. Сразу человек видит и... Опа! Сканирует. Давайте нажмем на скан и здесь посмотрим, чего он нам хочет предложить. Разрешить. Нормально. Он сделал скан, допустим, от чека. Безусловно, крутой функционал. То есть еще я такого не видел, чтобы прям с лету отображалась. Хотя это есть на всех современных смартфонах, в том числе на экосистеме Apple и на экосистеме Android. Так, что у нас по сведению о телефоне? Что по модели G970F, две сим-карты, а сведения по Android версии 9. Я думаю, что совсем скоро должен прилететь десятка. Если не сейчас, то совсем-совсем-совсем скоро. В таком вот исполнении мне телефон очень сильно нравится. А в большей степени мне нравится его цена. Поэтому, если вам зашло, вот именно зашло по ценнику, обязательно пройдите по ссылкам в описании, посмотрите предыдущий видос. Там я более подробно рассказываю о том, как получить такую цену. Обязательно оставляйте свои комментарии, стоит ли его сравнить, допустим, с айфонами. Есть идея сравнить с тем же iPhone 11, то есть, либо с айфоном XR, XR как бы, потому что это предназначался как его прямой конкурент. И, в принципе, для себя сделать выводы и эти выводы рассказать вам. Может быть, какие-то игровые тесты, хотя, в принципе, всего этого много на YouTube. У меня есть стабилизатор, о котором вы тоже можете посмотреть. Я хочу посмотреть, как работает этот телефон, то есть, непосредственно, к Samsung Galaxy S10 и со связкой вместе с стабилизатором может быть какие-то дополнительные линзы приобрету. В общем, в любом случае, постараюсь придумать для вас интересное зрелище. Я прошу прощения за статичную картинку, что здесь никакого экшена нет, но вот это как раз-таки первые впечатления. Они таковые. Маленькие, очень легкие, но при этом безграничный дисплей. Здесь, конечно же, цепляет дисплей. И кто-либо, любой, точнее, человек, который возьмет десяточку в руки с его AMOLED-дисплеем, который, безусловно, клевый, и возьмет вот этот вот Infinity дисплей от Samsung, то есть, непосредственно, телефон линейки Galaxy S10 2018-2019, он скажет, что, ну, блин, все равно даже вот здесь от Full HD Plus разрешение, оно тащит, потому что все-таки, ну, компания Samsung, она умеет про дисплей и недаром матрицы ставятся конкретно на аппараты от компании Apple. В принципе, наверное, на этом все. Вот такой вот был видосик, мое первое знакомство, мое первое впечатление. Очень понравился цвет, надо покупать какую-то защиту. Я еще не понял, есть ли здесь какая-то защитная пленка. Как я понял, вроде как нет. То есть, стеклышко надо покупать защитное обязательно для того, чтобы использовать это все безопасно. Пиши свое мнение в комментариях. Обязательно пиши комментарии Donald Duck, если досмотрели до этого момента. Тем самым образом, я пойму, что вы досмотрели до этого момента. спрашивайте, я обязательно вам отвечу. Все ссылки в описании. Ставь лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. В любом случае, проявляй свою активность и не будь, как говорится, безразличным. Совсем скоро увидимся. У меня есть, что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok